Надо просто за рулем проехать, сразу видно, какие там чайники у нас за рулем. Этот человек вообще, он не контролирует ни зеркало, ни поворот, ни этого, он просто слопнет. Почему вот этот бардак происходит? У нас есть только один рубильник. Мы можем все закрыть. Но неужели вы этого хотите? Мы сейчас будем работать, половина двора будет за то, что мы работаем, половина будет наших врагов. Будут ругать, будьте готовы, терпение вам. Не занимайтесь вы демографией, плохо работаете, плохо выполняете указания нашего национального лидера. Владимир Путин что сказал? Будем заниматься демографией. Значит, здесь, конечно, полный бардак у нас. Мы огромные деньги свои уложили, федеральные деньги получили. Сегодня эффективность вообще очень низкая. Стыд, позор. Каждый рубль должен быть на учете. Мы не миллионы, миллиарды должны считать. Мы должны считать рубли. Вот когда будем в рубле, и миллионы, и миллиарды будут. Сказали, есть кто-нибудь? А? Ты здесь? Кто? Ты? Кому лучше сейчас все. Да? Ну ладно. Вот Казанский свалка. Калинки, ну раз она практически уже забита, да? А они туда не ездят. Они едут, значит, завод, который еще не строят, там палаточный городок поставили. Давайте конструктивно. Если ты борец, не выступай против. Ты расскажи нам, как нам лучше сделать. Ты тоже как бюрократ настоящий. Ты давай расскажи, как будем работать в республике. Как можно эту работу систематизировать, чтобы не было бюрократии. Мы не должны допустить возврата ситуации к 90-м годам. А важно, чтобы молодежь не попала под влияние криминальной структуры. Наш брат хапсиста, это, уже оказался в счастье этих. Вот как не уберегли своего лидера. Вот ты критикуешь нас, да? Писошин там вопрос задаешь. А своего этого лидера не уберег. Коронавирус, он никуда не денется, он живет вместе с нами. Мы должны уметь жить в условиях и коронавируса, и других будущих вызовов, которые будут. Кому-то не нравится, но я же не для этого работаю, чтобы кому-то понравиться. Чтобы потом результат был такой, чтобы не стыдно было. Продолжение следует...